Ребята, сегодня будем ставить хреновуху. Не знаю, сколько здесь хрена по весу, но буду его весь чистить. Вот одну вот такую вот хреновину почистил, для сравнения. Вот в этой хреновинке весу всего лишь 13 грамм. Хреновухи буду делать много, поэтому весь вот этот хрен сейчас нужно почистить. Приготовил 7 литров 40% сортировки, это сахарная сортировка. Так, хрен почистил, взвесил, хрен получается здесь ровно 300 грамм. 50 грамм корень имбиря, тоже почистил он свежий. Здесь цедра с двух небольших лимонов и гречишный мед. Сейчас цедра готова, нарезаю колечками имбирь, хрен. Закладываю в банку сортировкой и кладу 4 ложки меда. Ну почему 4, вообще 5, но я кладу 4, потому что мед уже засахарился. Вот, мед уже засахарился, он не жидкий. И в ложке, когда в ложку набираешь в столовую, его получается достаточно много. Если мед жидкий, то он с ложки стекает, его там меньше. Ну в общем смысл, я думаю, понятен. Вот, 4 ложки меда, ну и все остальное. Все, все ингредиенты положил в банку. Накачал уже вакуум. Самое сложное, это растворить мед. Мед, он в алкоголе плохо растворяется. Ну, шалтай, болтай, тряси. И все, пускай вот так недельку постоит под ваксом. Ну, потом отфильтрую. Будет замечательный, чудесный напиток. Я люблю хреновуху, вот осенью, зимой, когда погода такая промозглая. Летом как-то я ее не очень. Хреновуха подошла. Смотрите, что я сделал. Я слил. Вот она, всю жидкость. Хрен вот этот нам теперь не нужен. И теперь, что нужно сделать. Теперь, вот я слил. Ну, она, как вы видите, мутная. Тут мед. Теперь нужно хорошенько отфильтровать. Есть система вакуумной фильтрации. Сейчас начнем фильтровать. Так, ну что, погнали. Фильтровать в качестве фильтра. Обычная вата из аптеки. Так. Это сюда. Можно пользоваться ручным вот таким насосом. Но у меня есть вакууматор с откачкой воздуха из банок. Я буду пользоваться им. Оп, дело пошло. О, дело пошло. Довольно-таки мощная струйка. Хреновуху просто так отфильтровать достаточно сложно. Хорошая, мощная струя. Ну, я думаю, что, возможно, пару раз придется вату заменить. Но ничего страшного в этом нет. Вот так вот шланг силиконовый. Вот такая струйка бежит. Здесь все уже будет вообще прозрак-прозрак. Банка запотела. Только что помыл под холодной водой. Красота. Ну что ж, ребята. Пришло мое самое любимое время. Это время дегустации вкусняшек. Тем более, что сегодня на дегустации будет две вкусняшки. Первая. Это, естественно, хреновуха. Вот я налил графинчик. Прошло два месяца с момента постановки хреновухи. Ну, в общем, получается, что отдохнула она более чем положено. Сейчас будем дегустировать, будем пробовать. И также нужно попробовать... У меня вот здесь баночка филе форели в собственном соку. Готовил я его 3 декабря. Сегодня получается у нас 24-е или 25-е. Вот забыл уже какое число. Представляете, 24-е сегодня число. Как говорится, счастливые часов не наблюдают. Да, прошло получается 20 дней. Я думаю, пришло время попробовать. Вкусняшку. Но для начала хочу дать вам немного интересной и полезной рекламы. Смотрите, осталось совсем немного времени, всего лишь неделя, для того, чтобы успеть поучаствовать в мега-розыгрыше космических призов от магазина Колба. Там всего лишь нужно купить на 1000 рублей любого товара, получить билет, зарегистрироваться на сайте и ждать розыгрыша. Розыгрыш произойдет на новогодней неделе. Получается, покупаете товаров на 1000 рублей, любые, например, в Колбе купили дрожжей на 1000 рублей, вам дают один билет. И это вам дает участие в розыгрыше. Чем больше вы билетов приобрели, тем, естественно, у вас больше шансов на выигрыш. Допустим, купили вы дрожжей на 1000 рублей и мешок солода за 2000 рублей, у вас уже три получается билета. Ну, я думаю, смысл ясен. Осталось всего лишь неделя. Давайте сейчас я вам покажу, какие призы участвуют в розыгрыше. Посмотрите, друзья, какие замечательные призы можно выиграть. Пивоварня Базис, самогонный аппарат Люксталь 8М, Автоклав Вейн на 23 литра, самогонный аппарат Германия, самогонный аппарат Дымка, самогонный аппарат Тродник Про 3, самогонный аппарат Новичок, коптильня Ханхи, мангалы, ТЭН на 3 кВт с регулятором напряжения, джин-корзина, дрожжи, прекрасные подарки и не по одной штуке, а по несколько штук. Вот два автоклава, там пять аппаратов самогонных, тут тоже пять аппаратов самогонных. Прекрасная акция. И осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть поучаствовать, ну и, возможно, выиграть. Итак, что же нужно сделать для участия в акции? Да, в принципе, особо ничего сложного, все очень просто. Нужно купить любой товар в колбе на сумму не менее 1000 рублей. Так, ну, к примеру, пошли в магазин, допустим, за дрожжами, да, взялись сразу несколько пачек. Потом проверяете, что в личном кабинете появился билет. Если все окей, регистрируйтесь сверху этой странички по номеру телефона. Все. И, в принципе, особо и заморачиваться не надо. Сейчас я покажу. Вот. Вводим сюда номер телефона, регистрируемся. Все достаточно просто. Торопитесь, ребята. Времени осталось совсем-совсем немного. Призы замечательные. Итак, ребят, призы отличные и великолепные, я считаю. Так что, чем больше у вас билетов, тем больше у вас шанс на выигрыш. Торопитесь. Времени осталось совсем немного. Так, ну, а я продолжаю, вернее, начинаю дегустацию. Так, хлеб брать не буду. Буду специально без хлеба. Прям вот мне интересно. Из форели я консервы ни разу не делал. Делал из горбуши, из гольца. Ну, из красных рыб имеется в виду, да? Вот. Из форели ни разу не делал. Бывает, что начинаю снимать видеоролик и забываю включить микрофон. Да-да, и такое бывает. Вот. Сейчас хочется попробовать мне, что из форели получилось. Это чистое филе без костей вообще. Нет ни одной косточки. Все кости я вынул. Так, ну, как мне? Где тут подлезть? Угу. О! Пахнет очень вкусно. Я люблю консервы вообще из красной рыбы, из форели в том числе. Форель вот эту я беру по 850 рублей килограмм. Она у нас крупная, вот такую я беру хорошую. Я покупаю форель, консервы из форели в магазине. Блин, они стоят очень дорого. Но это вообще не то пальто. Там, блин, и хребет попадается, еще что-нибудь попадется. А тут чисто филюшка. Поэтому подумал, лучше уж сделаю сам. Лучше отдать деньги и сделать самому, но зато быть уверенным в качестве. А то, получается, за консервы деньги заплатил, а там фиг знает, что туда носуют. А это вот видеоролик я снимал, как я делал чисто. С форели срезал два пласта. Хребет убрал. Все плавники обрезал. Косточки все выдернул. Вот. И все. Единственное, что я форель не чищу от чешуи. Я ее только сверху мою. Вы смотрите, как хотите. Можете чешую счищать, можете. Нет, дело ваше. Я чешую не счищаю. Ну, пахнет очень вкусно вообще. Здесь форель и соль. Все, больше ничего нет. В собственном соку. Все, форель пахнет обалденно. Мне нравится. Сейчас мы ей закусим. Я прям так, из банки. По-простому. По-нашему. По-деревенски. Хреновуха. Цвет. Цвет очень приятный. Такой желтенький. Красивый цвет. Хороший, приятный цвет. Прям за цвет. 5 баллов. Пахнет тоже обалденно. Хреновуха это прекрасный напиток. Рецепты разные. Но вот этот рецепт, который я показал, он в принципе такой, ну как бы, ну обычный, стандартный. Тут единственное, да, еще нужно смотреть вообще какой хрен. Потому что корень хрена бывает тоже разный. Бывает очень ядерный, бывает не очень ядерный. И как вы любите, покрепче. Ну, чтобы была она настолько именно хрен, чтобы чувствовался сильно, или чтобы послабее было. Ну, тут каждому, как говорится, свое. Аромат великолепный. Настойка это как раз зимняя. Сейчас вот за окном, вот окно, да. Сейчас за окном декабрь месяц. Идет дождь. На улице непонятная вот эта вот каша, месиво. Идти вообще невозможно. Лед где-то сплошной. Где-то месиво. Просто страсть. И вот в такую вот промозглую погоду, да, прошелся где-нибудь, пришел домой. Весь продрог. И вот стаканчик хренаухи. Это же, блин, целебнейшая вещь. Стаканчик хренаухи. Просто прекрасно. Аромат замечательный. Кстати, мой хороший друг Вован тоже ставил хренауху. Он ставит ее в подвале. В холоде держит. Она у него не мутнеет. Ну, мне, чтобы ее держать в холоде, в подвале, это далеко в гараж ходить. А у него просто рядом. И вот он мне принес бутылочку своей хренаухи. И что я буду делать? Сейчас чисто вот я свое дегустирую, а потом сниму видеоролик, сравню. Буду делать такую сравнительную дегустацию по хренаухам. Ну, на днях, я думаю, сделаю. Ну, что же, ребята, давайте за вас. Всех с наступающим Новым Годом. Всем счастья, здоровья, всех благ по жизни. Всегда. Не только в Новом Году, а всегда. Во всех годах. Всех благ, ребята. О, хороша. Отлично. По вкусу. Вот по хрену. Самое то, что надо. Вот когда я ее попробовал только после фильтрации, я взял там, опрокинул стаканчик, она мне показалась слишком ядерная. Слишком хрена много. Вот, постояла. Отдохнула. Чудесно. Вообще. Сладость медовая не чувствуется вообще. Ну, как объяснить вкус хреновухи, я не знаю. Это нужно пробовать. Не объяснишь. Ну, напиток великолепный. Просто великолепный. Ну, теперь попробуем форельку. Просто нежнейшая форель. Сказать, что это вкусно, это значит не сказать ничего. Это песня души. Какая вкуснятина. Делайте форель в автоклаве. Никакое масло не нужно. Делайте только в собственном соку. В ней своего жира хватает. Отлично. Я, как и малосольную форель, очень люблю. Форель, семку. Ну, я сам ее солю. Очень вкусно получается. Ну, также вот очень люблю консервы. И также очень люблю суп. Тоже обалденный получается. Ну, семка дороговато. Семка у нас сейчас варьируется от 1400 до 1700. Вот. Вот что надо ей постоять тоже рыбе. Она тоже должна консерву созреть. А в ней там разойдется вся соль. Ммм, прекрасно. Вот здесь вот от пузика. Ммм, просто мягчайшая. Нежнейшая. Просто. Сама нежность. Можно прям губами есть. Неживая. Ммм. Ммм. Да. Оно, конечно, того стоит. О. Хреновуха. Песня души. Просто. Форель. Неимоверно вкусная. Но оно и не может быть невкусно. Потому что, ну, такую рыбу довольно-таки сложно испортить. Тем более, соль рассчитана здесь по граммам. Вот у меня баночки 350 грамм. Я сюда кладу 30 грамм соли. Это прям вот, ну, по мне, как это идеальный вариант. Так же получается и по хреновухе. В принципе, ингредиенты все рассчитаны. Поэтому напиток, он и получается, в принципе, ну, как. Всегда хороший, всегда вкусный, всегда замечательный. Тем более, все это делается не в первый раз. Все эти рецепты уже проверены. Вот. Да, бывает некоторые настойки, особенно на травках. Отправляю в перегон, не задаются. Там травок чуть больше положил, чуть дольше передержал. Все. Пить невозможно. Микстура натуральная. Все это отправляется в перегон. Так что, тоже это вот, когда экспериментируешь, ну, многие вещи получаются хорошо, многие вещи не получаются. Нужно корректировать свои какие-то поправки. Вносить. Вот. Так что здесь, ну, еще по вкусу, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Получается подгонять под свой вкус. Ну, имеется в виду, что. Вот. Взять ту же рыбу, да. Ну, как ее испортить? Ну, единственное, кто-то, может, любит посольнее, кто-то, может, любит помалосольнее. Ну, вот тут 30 грамм, допустим, соли, по мне, идеально. Та же и вот в настойке по хреновухе. А вообще подгоняйте рецепты под себя. Вот сделали какой-то рецепт, всегда записывайте, что вы туда кладете, в каких граммовках все это, там, если что-то готовите, тоже какие температуры. Все-все записывайте. И потом, если вам что-то не понравится, вот эти свои записи открываете и уже начинаете корректировать, да. Что-то добавить, что-то убавить, там, что-то, да, убрать, что-то положить. Потому что здесь, знаете, как бывает, что вот даже человек, ну, скажем так, проверенный, да, проверенный человек дает свой рецепт. Вот, к примеру, какой-то настойки и говорит, что просто она бомбическая, обалденная. Вот. Особенно, вот я опять же говорю, это касается всяких вот травок, докореньев. Я, к примеру, делаю, блин, мне не заходит вообще. Для меня слишком концентрированное получается. Потому что настойки, которые на всяких травках, докореньях, я не люблю сильно концентрированные. Мне не напоминают микстуру. Поэтому я разбавляю. Вот, допустим, человек там раз-раз громовку мне дал на 3 литра, ему прекрасно заходит. А мне эта громовка заходит не на 3 литра, а на 5 литров, понимаете? Так что даже проверенные какие-то рецепты, вот, их все равно нужно пробовать и подгонять под себя. Не всегда заходит. Вот, допустим, взять ту же самую там, да, там маму шамана, я вообще ее пить не смог, просто не смог. Она мне, ну, просто не зашла. Тем более в такой концентрации, которую предложили сделать производители, да, на этикетке. Там получилась такая микстура, что я надо по каплям употреблять. А есть люди, я знаю, они просто, блин, обожают вот такую вот. Вот, так что все здесь индивидуально. Но вот этот рецепт хреновухи, отлично. Для меня, вот, самое то, песня души, вот прям, нектар богов. Так что, ребят, делитесь своими рецептами там в комментариях. Вот, все это интересно. Заведите себе гросбух какой-нибудь, вот, записывайте туда все эти рецепты. У меня вот есть книжка, куда я записываю. Как говорит мой добрый друг Андрей, если смотришь, привет тебе. Памяти нету, надо две книжки. В одну записывать рецепты, а в другую записывать то место, куда ты положил эту первую книжку, а вторую с собой в карманчике носить. Вот такие дела. Ну что, давайте еще для закрепления эффекта. Не, отлично, отлично. И еще, вот, мой совет лично. Просто совет, вот, охлажденную слегка. Не ледяную, как, знаете, водку там в морозилку там кладут. Нет. Буквально, вот, я ее перед употреблением буквально на полчасика поставил, вот, на нижнюю полку в холодильнике. Буквально на полчасика. Все. И она уже более такая становится приятная. Ну, как-то, к питью и к восприятию. Вот. Вот, сказал, питью, восприятию. Вот, такие дела. Хорошая вещь, хорошая вещь. Надо ставить еще. И в чем еще дело? Вот, я не знаю, везде это так или нет. У нас, вот, на рынке бабульки, дедульки продают хреновины. Дорого, конечно, мама дорогая. Ну, надо отъехать самому там в деревне, да, да, и можно накопать без проблем. Ну, как всегда, некогда. Вот. А вообще, сам вот хрен, он, блин, на рынке дорогой. Достаточно. Не знаю, как везде это, во всех областях. Я помню, вот, у дедушки с бабушкой, блин, да мы замучивались этот хрен с огорода выводить. Да, его там копнешь, он там по огороду разойдется, все, он растет, там, замучаешься с ним. Вот. Его выкапывали, он выбрасывали, потому что, ну, была его тьма, тьмущая. Но это было, блин, там, потому что там был дом, там была земля. И там это было у всех. Здесь, елки-палки, у меня под окном на асфальте хрен не растет. И из-за того, что мне лень куда-то там ездить, хотя можно без проблем съездить, да. Ну, лень и не хватает времени. И получается, что приходится покупать на базаре у бабушек с дедушеками. Ну, я это, знаете как, я к этому отношусь нормально еще, знаете почему? Ну, иной раз в магазине купить, да, западло. Вот, реально, вот впадло прям. А вот бабушке с дедушкой денежку отдать. Ну, и ей хорошо она там заработала. Ну, и мне приятно. Я там себе эту хреновину купил. Вот, из-за того, что, ну, чисто помочь человеку. Я также вот огурцы, помидоры там я что-то покупаю, да. Что-то у меня мама там выращивает. Что-то я покупаю там, картошку там, да, морковку. Вот, я стараюсь даже не покупать вот такие вещи, где-то вот в пятерочках, да, вот в этих масс-маркетах всяких. Не, я стараюсь покупать на рынке у бабушек с дедушками. Ну, чтобы им не было хорошо вроде продукт со своего огорода. Ну, и им хорошо. Они работали, они трудились, да. Они это продали, заработали денежку. Я считаю, вот это нормальные такие рыночные отношения, скажем так, да. Тем более, я знаю, как все это выращивается. Сам своими руками все это делал. Что это, в принципе, довольно-таки тяжелый труд, особенно для пожилых уже людей. Вот. Ну, что же, давайте для закрепления эффекта жахнем, бахнем вторую. Будь добру, еще раз всех с наступающими праздниками. За вас, ребята. Вот он прям хреночек на первом плане, но мягкий такой. Не обжигающий. А вот сначала, когда только что она настоялась, было совсем не то. Вот, прекрасно. Сегодняшняя дегустация удалась на славу. И выпивка, песня души. И закуска. Песня души, так что душа поет у меня сегодня. Форельку вот эту буду делать однозначно еще. А на форель-то тоже разная. Есть у нас вот форель продается. Она вообще не красная, она белая. Вот. И она стоит там дешевле гораздо. А вот это вот настоящая, настоящая красная форель. А та же вот эта форель, она белая. Я не знаю, где она водится и что это за рыба-то опять, что это за форель. Но она вообще вот с этой форелью как небо и земля. Чудесно. А я сейчас купил еще одну форельку. Где-то, наверное, килограмма на полтора она потянула. А сейчас вот, а сейчас похвастаюсь, да. Купил филейный нож. Разделаю форельку и как раз к Новому году на малосол. Очень вкусно будет. С форелью мы еще любим делать. Знаете, вот этот салат селедка под шубой, да. У меня супруга замечательно делает. Делает она его из форели. Во, обалденно. А я себе вот это была черная пятница. Со скидосом прикупил филейник самуровский. Самура, это бюджетная у них линейка. Харакири, серия Харакири. Но отзывы у ножа хорошие. А филейники тоже вот о этом отзыв хороший. 218 миллиметров у него клинок. Клинок очень гибкий. Острый, тонкий и гибкий. Вот это самое главное. Купил я его на Озоне. Там как раз скидосы были хорошие. Вот, к примеру, вот этот. Самура Харакири, да. Дай бог памяти. Сейчас. Так, так, так. Сейчас Озон открою, ребят, покажу вам. В рекламе меня обвинять не надо. Я к Самуре никакого отношения не имею. Купил просто на Озоне за собственные деньги. Так, купил я его за, получается, за 1620 рублей. Вот. За 1620 рублей, да. С чёрной ручкой есть подороже. Это вот из серии Харакири. Вот, 1620 я его купил, да. А, короче, есть ещё у них серия более дорогая. Забыл, как называется? Нож, блин, один в один, как этот, стоит 3,5 тысячи. Не, ну это ни хрена себе, я бы сказал. Да? Вот, такие дела. Так что теперь с рыбкой работать будет ещё проще, ещё интереснее. Я разделку именно рыбы провожу. У меня... Так, сейчас покажу. Вот у меня Трамантиновский шеф. Вот такой. Здесь, сколько я уже забыл, 24 сантиметра или 22 сантиметра. Рабочая часть, в общем, клинок. Это серия Профэшнл. Прекрасные тоже ножи. Они довольно-таки бюджетные, но хорошие ножи, мне нравятся. Вот именно разделку по хребту, вот большие вот эти кости, чтобы, да, прорезать. Я вот этим ножом чудесно, вообще замечательно. Хопочки рыбу, да, срезал. А вот, чтобы уже, допустим, далее рыбу с рыбы срезать, ребрышки тоненько убрать, чтобы их не выдёргнуть, а именно срезать убрать, чтобы потом рыбу тоненькими такими слайсиками снять с кожура, вот это всё. Вот это всё очень удобно филейникам, потому что он очень тонкий, очень острый и выгибается. Вот это так у него... Здесь, допустим, у нас, да, получается у нас лезвие-то, ну, о, такое. А там лезвие вот так вот гнётся. И поэтому... А ещё некоторые пишут, типа, вот, что это за нож? Хотел хлеб отрезать, а не смог, лезвие гуляет. Ну, потому что это нож не для резки хлеба. Тут каждый нож получается, скажем так, для своих задач, да. Вот этим ножом там, это шеф, им можно резать всё, и хлеб, и всё, да. Вот. И ещё моё предостережение вам, если будете самуровские вот эти ножи брать, я много видео пересмотрел, много комментариев перечитал, прежде чем купить вот этот нож, я ещё буду один нож брать у них, это для работы, ну, там, универсальный. Они очень хрупкие. Там, получается, я забыл, какой металл там, кажется, этот, АУС-8 вроде бы, ну, нержавейка, в общем, да, но она высокоуглеродистая там получается, я так понимаю, и он хрупкий, им нельзя там, грубо говоря, косточки рубить, да, мороженый продукт резать, ронять его нельзя, он может лопнуть. Так что вот в этом плане будьте с этими ножами осторожнее. О, надо написать Самури, чтобы давай, денег мы за рекламу заслали, то нифига себе, сколько я о них уже разговариваю. Ну, я просто долго искал себе филейник, я сначала хотел купить филейник тромантиновский, там у них тоже есть, и даже дешевле, чем самуровские, но потом что-то почитал, почитал, вот именно о филейниках, нехорошие отзывы, почему? Потому что в Трамантине филейник, у филейника жесткая, жесткий клинок, толстый обух на клинке и жесткий, а для филейника это беда, филейник должен быть вот такой вот, гнуться и играть. Ну что ж, ребята, все, давайте, значит, наверное, на сегодня закончим, галяки-то поляки, или продолжим еще, как вы думаете, или еще 50 грамм, жахнем. Сейчас посмотрим, сколько у нас времени. Времени у нас 14.06. Я просто хотел сегодня заняться еще одним интересным делом. У меня ПВК, пивоварня ПВК, Гамбринус. Все, не хватает времени мне ей заняться. Да? Понимаете? Я ее уже собрал, там все фитинги прикрутил, но нужно прогнать ее на воде. Почему? Сейчас объясню. Ну, во-первых, чтобы провести, скажем так, опрессовку, чтобы посмотреть, фитинги я все собрал на нитки танги-тунелок, посмотреть, прогнать на воде, чтобы нигде ничего не текло, чтобы если вдруг ставить варку, чтобы варку не запороть. Вдруг где ничего не потекет, раз тут можно сразу уже исправить это дело. И второе, что немаловажное, это разобраться с электронным блоком управления. Электронный блок управления, там достаточно серьезная такая электроника, не так тык-пык-брык, хотя и понятная, там в принципе все понятно, но все равно сначала нужно разобраться, где какую кнопочку нажать, куда чего, зачем и почему, чтобы когда начинать варку пива, чтобы уже не тупить, вот, и не думать, блядь, не туда я что-то нажал, туда-сюда, тыр-пыр, а что теперь делать, а у меня солод засыпан, а температура подошла, а время идет, а вот надо это, надо то. Нет, вот просто на воде, чтобы тык-тык-тык-тык, я всем в принципе советую, если берете вот какую-то такую машину хорошую, типа вот там гамбринуса с автоматикой, да, вы сначала на воде запуск делайте, все проверьте, автоматику всю прощелкайте, посмотрите, куда чего нажимать, где какие кнопки, потому что можно затупить, я знаю эту по собственному опыту, когда у меня есть еще пивоварня хмельница, или хмельница, как она называется, да, там получается индукционная плита, она также с автоматикой под рецепты для пивоварения, и я, блин, бывало, первый раз запустил, хоп, а что там делов, фигня, раз, 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 блин, тупанул, елки-палки, а вот после установки пауз, вот, там идут температурные паузы, на какую кнопку нажимать, чтобы перевести, допустим, уже в режим именно запуска, а не в режим ожидания, раз, не на ту кнопку нажал, и все, пипец, у тебя все сбросилось назад, вот, поэтому лучше, скажем так, почитать инструкцию, лучше один день потерять, но потом за пять минут долететь, чтобы все было, вот, настроено, как часы, вот, я любитель такого, знаете, чтобы вот, не так, на а, тяп-ляп, хуй с ним, и так сойдет, не, 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 я такое не люблю, я люблю, чтобы все, вот, было чин-чинарем, да, я вот в этих делах, скажем так, такой перфекционист, что я люблю, чтобы вот, я знаю, как на эту кнопочку, когда нажать, когда на эту, когда на эту, когда что отсюда пошло, куда чего вошло, для меня непонимание процесса, это все, это, можно застрелиться, лучше, я лучше, как, ну раз, даже, если, допустим, ну, бывают такие вещи, взять ту же пивоварню, потому, что я далеко, ну, далеко не пивовар, да, я буду досконально изучать эту тему, там, все такое прочее, но пока что я далеко не пивовар, я знаю минимум о пивоварении, как вот мы с Женьком, с моим товарищем, варили пиво, вот, и поэтому мне интересно именно, да, что вот там, допустим, забиты у нас рецепты, мне, к примеру, говорит автоматика, засыпьте там солода, сколько у вас килограмм, 10, да, там засыпал, вот, рецепт, допустим, у меня записан там на бумажке, там солод такой-такой, хмель там такой-такой, вносится при такой-то там, такой-то температуре, вот, ну, какие-то простые такие, да, рецепты, и в автоматике там все это, я пару кнопок нажал, она сама там паузы температурные держит, сама мне пищит, когда мне хмель засыпать, сама мне пищит, когда мне промыться, там, дробину удалить, сама пищит, когда мне там нужно что-то сделать, вот это удобно, что она напоминает, потом, когда, грубо говоря, я под нотарею там в этом деле, да, вот, когда я все это узнаю практику, узнаю там теорию и практику, все это дело совмещу, тогда, да, мне уже будет проще, так же, как и любому человеку, хотя пивоварение, там, да, там тоже черт голову сломает, там нюансов очень много, далее, там уже брожение, розлив, там карбонизация, это уже дело другое, вот, но вот, самые там азы-то я, конечно, знаю, как это делается, потому что уже пиво там варили, вот, но хочется углубиться в эту тему, вот, не то, что перейти в пивовары совершенно, углубиться в эту тему, именно конкретно в пивоварение я не уйду, почему, ну, потому что пиво я пью, блин, два раза в год, и я, блин, вот такой вот певец еще тот по пиву, у меня пиво стоит в подвале, в гараже уже два года, наверное, которое мы с Женьком варили, там, заборное, подзаборное, у меня пиво стоит, жигулевское, в подвале, в гараже уже, наверное, год, у меня вот тут в холодильнике пиво лежит, наверное, уже месяцев семь, меня Женек привозил, мы с ним варили, да, да, я как-то всегда, вот, я по-крепкому, а по пиву редко, это вот когда с Женьком, да, там увидимся допустим летом где-то мы там поехали там к примеру на базу отдыха да там что-то хопа жара там ну куда самогон пить давай пивка давай пивка это это бывает там раз-два за лето поэтому уйти в пивоварение ну не знаю это так знаете как лично для личного развития скажем так чтобы понять вот эти все процессы по пиву как это что делается вот и все да это интересно мне больший интерес представляет именно это пивоварня для меня именно как пароводяной котел вот это больше интерес чтобы делать разные зерновые и солодовые там дистиллят и там всякие вкусняшки вот в этом интереса у меня гораздо гораздо больше вот ну так же и пиво тоже будем мутить но в основном я думаю будем наверное мутить если пиво то женек будет ко мне приезжать я буду пивоварню брать грузить ему автомобиль мы будем ехать к нему на базу на базе у него варить потому что там это доступнее более чем в квартире делать это по пиву я думаю так потому что хоть она пивоварка и небольшая 50 литров принципе котел но еще там увеличить или взял на 50 но были на моей маленькой кухоньке вот я сижу до хрущевка блин вы видите однушка это конечно не очень удобно но ничего страшного поэтому я я и хотел вот именно такой квартирный вариант там что некоторые пишут от пвк 50 литров это мало да мало мало а большего объема куда его поставить это раз и где взять мощности чтобы на нем работать подаваемые т2 я больше трех с половиной киловатт подать квартире не могу и место у меня нет поэтому вот такой вариант это в принципе для вот квартиры это самая тема мне по идее не нужны объемы чтобы там по тысячи литров там перегонять ну в общем как то так ну давайте ребята еще одну за вас за за нас за всех всех блах ой вкусно ой вкусно кто придумал вот этот рецепт хреновухи я тут не претендую на авторство кто придумал вот этот рецепт ему прям все пальцы вверх прекрасно ну и также рыбка великолепно у кого еще нет автоклава покупайте автоклав такие вкуснятины можно готовить просто с ума сойти бесподобная рыба а чё эту рыбу вот даже в консервах когда да мне некоторые пишут да это кощунство такую рыбу в консервах ну ребят но если я люблю вот консервы из такой рыбы так же как и люблю ее и малосольную и жареную так что тут проблем нету кто что любит тот то и делает я вот это из этой рыбы люблю ну все ну что только на сырую не ем а так жареная во в консервах во суп сварить во малосольное во холодного копчения во горячего копчения врать не буду не ел вот а холодного копчения ну пальчики оближешь ведь тоже вот такие вот дела ну что ж друзья мои до новых встреч всех с наступающим новым годом быть добру всем пока пока пока